Всем привет! Сегодняшнее видео я хочу начать с того, что покажу вам продукты, которые я заказала на сайте iHerb. Это только продукты. Видите, здесь много-много всего, и чтобы вы не запутались, я покажу только самое вкусное, самое прикольное, то, что мне очень понравилось. Начну я с этой специи. Это копченая паприка. Девчонки, это просто находка для меня. Я готовлю мясо теперь, вот любое мясо, в него, когда вы добавляете эту копченую паприку, блюдо меняется прям кардинально. Паприка придает легкую дымку вашему блюду, за счет того, что она копченая. Получаются очень-очень вкусные стейки, мясные любые, там, говяжьи, свиные, вот все, что вы едите. Даже курица, обычная корочка, да, если вы их жарите или в духовке готовите, если вы посыпите на них вот эту паприку, вкус сразу меняется. Карим, например, вот он мясоед, он просто в восторге. Теперь любое мясо для него, которое, например, мы жарим с мамой, он просто кайфует, потому что на самом деле дополняет любое блюдо. Например, даже яичницу, если вы жарите, можете немного добавить, сразу тоже вкус другой. Но для всех, кто любит готовить, советую пробовать эту копченую паприку. Ссылочки на все, что мне понравилось, как бы там, ладно, и не понравилось, я оставлю под этим видео. Ну, это очень крутая специя, рекомендую. Показываю сразу две арахисовые пасты. Это идет арахисовая паста с черным шоколадом. Это классическая арахисовая паста без добавок. Ну, здесь, конечно, есть соль, но зато она органическая, чистая, так же, как и эта. Я обожаю арахисовую пасту в любом ее виде, но кроме вот этого черного шоколада. Много восторженных отзывов об этой пасте с шоколадом, но я люблю классический вкус арахисовой пасты. Я не знаю, просто классику. На тостеры, на гренки намазывать, там, сверху там с сиропом, медом, мясополить. Очень вкусно. Это, конечно, на любителя, если вам приелась вот эта паста, попробовать. Как бы я советую, но мне она не то, чтобы не понравилась. Я как-то к ней равнодушна абсолютно. Следующее, если брать сиропы. Я заказала один сироп из голубой агавы, второй кленовый сироп. В общем, что сказать. Я первый раз в жизни попробовала такого рода сиропы. Мы как бы их советую употреблять вместо меда, вместо сахара, на блинчики плевать, добавлять в йогурт, в молоко. Ну вот везде, где вы хотите блюдо присластить, подсластить как-нибудь, вы добавляете эти сиропы. Мне понравился вот этот из агавы сироп. Он, они, конечно, в принципе, ничем не отличаются. Вот если на вкус попробуете, просто что-то сладкое, как будто бы жженого сахара немного добавили. И там чуть-чуть какая-нибудь есть кислиночка. И может быть травяной вкус. Ну вот в этом сиропе, в агавы, в сиропе агавы больше травяного вкуса, чем в кленовом сиропе. Они какие-то идентичные, но вот для разнообразия можно и тот, и тот. Если я делаю тосты, я намазываю тост классической арахисовой пастой и добавляю сверху сироп агавы. Как вы можете заметить, в этой куче очень много специй, очень много одной и той же фирмы. Я от них восторген, потому что большие очень баночки. И знаете, они большие и очень ароматные, эти специи. Например, вот чем я сейчас пользуюсь. Их очень много, но вот то, что мне нравится, это вот это. В тандеме с копченой паприкой я использую чеснок. Это просто порошок, сухой порошок чеснока. Знаете, казалось бы, нельзя что ли почистить, взять обычный чеснок. Но бывает такое, что нет времени или нет чеснока под рукой. Но вот хочется добавить немного чесночка. Вот я добавляю этот чесночок и на мясо, и на какие-нибудь блюда, там, картошку жарят, там, с грибами охота, там, чесночка немного добавят, я добавляю. Очень мне нравится. И объем большой, и помол классный, и аромат. И специи просто великолепны. Это базилик. Например, на пиццу. Потом я люблю розмарин. Очень тоже мне здесь нравится. Его пальцами сначала нужно вот так раскрошить на мясо. И придает рыбе, мясу особый аромат. А также вот такие мельницы. Две мне понравились. Здесь у меня просто черный перец. А здесь смесь соли с перцем. Тоже очень прикольная. Вот это приправа в салат, если добавлять. Так, томатный кетчуп я повелась на то, что он натуральный, без добавок. Отзывы хорошие. И большой объем. Как бы я люблю кетчуп. И Сара любит кетчуп. Вот, конечно, никуда я от этого не денусь. Но, я хочу сказать, он вкусный. Он похож на кетчуп Heinz. Такой же, знаете, прикольный. Американский кетчуп, но очень кислый. Блин, вообще такое впечатление, что здесь преобладает один уксус. Я не знаю, его много не съешь, потому что он нереально кислый. Вот просто кислятина. И масло грецкого ореха. Вот меня оно как бы зацепило. Потому что, как бы, грецкий орех, он очень-очень полезный. И я решила заказать это масло. Но на вкус и на запах оно как обычное масло. Обычное подсолнечное масло. Да. Большая банка кокосового масла. Ой-ой-ой. Очень ароматное натуральное кокосовое масло. И 100% оно натуральное. Без, без всего, без всего. Можно его и на себя мазать, и в еду добавлять. Понравилось, что здесь почти полкило. И фокус. Ну, например, вот эти чипсы голубые я еще не открывала. Из голубой кукурузы. Могу сейчас открыть, попробовать и сказать. Пачка большая. Ну, вот я открыла. Они такие фиолетовые, большие. Пачки много их. Соленые. Кукурузные чипсы. Органические чипсы на любителя. Так, а сейчас мы находимся в японской аптеке. Девчонки просили, поэтому показываю все, что здесь находится. Во-первых, в японских аптеках есть не только лекарства, но и косметика. А также шампуни, моющие средства и так далее. Вот это отдел Maybelline. BB-кремы, CC-кремы. Здесь продают различные туши. Я думаю, продукция отличается от рынков СНГ. И потому что у азиатов другая косметика. И вот моя любимая фирма Кейт. Обожаю эту фирму. Это тени. Тени я еще не пробовала. Как-то не люблю такие тени с блестками. Мои любимые подводки различные. Очень их люблю. Страшно прям. Еще тени. Жидкость для снятия лака вроде бы. Любимая тушь для бровей. Шикарная, которая закрашивает волосинки. Еще тени. У них много разных теней. Снова подводка для глаз. Она понасыщеннее. Есть черная, есть не такая насыщенная. Вот различные оттенки для бровей. Туши. Мои любимые. Также тени для бровей. Опять же, для бровей продукты. Лайнеры, карандаши, пудра, тональная основа. Тональная основа пудру. Си-кремы. Я не пробовала тоже в этой фирме. Хотя говорят, что хорошая косметика. Смотрим дальше. Здесь не знаю, что за фирма. И здесь много разных подводочек. Упакованы в отдельные пакетики. Помады. На обратной стороне фирма тоже Вась. Люби Си. Не знаю, что за фирма. Я тоже ничего не пробовала. Видимо, я не такой бьюти-маньяк. Знаете, что скупаю всю косметику. Когда у меня есть продукции, я стараюсь не покупать лишнего. Пользоваться уже тем, что осталось у меня. Тоже очередной японский бренд. Это считается масс-маркет. Недорогая косметика. Канеба, Шосейда. Декоративная косметика. Она недорогая считается. Есть люкс. Дороже. Это для обычных людей, так сказать. Помады есть и в Шосейда, и тени, и подводки. Тушь тоже. Все, что хотите. Вот еще яркая упаковка красивая. Тоже не пробовала эту продукцию. Такой ремешный девчачий дизайн здесь. И тушь есть. Они помешаны, конечно, на удлинении ресниц своих. И на подводках. Потому что их большое количество. Вот видите, опять тушь различная. И упакованная тоже в пакет просто. Так все просто. По классике. А вот тоже прикольно. Я не знаю, что консилер, конечно, который замазывает. Синяки под глазами. Усталость. Прящи убирают. Даже на рисунке показано, что к чему. Тоже не пробовала. Я представляю, как вы хотите все это попробовать. Но я как-то ходила, знаете, не хотела лишний раз тратить деньги. Это чулочки. Я себе такие покупала, я вам показывала. Которые утягивают. У них можно и спать, и ходить. От варикоза, от усталости. Как профилактика. Классная штука. Солнцезащитные кремы различные. Сейчас лето. Солнце за жара. И как раз сезон этих всех дел. Вот мне нравится уходовая косметика Биор. У них тут и лицеллярная есть. И масло гидрофильное. Тоники хорошие. Лосьоны. Качественная косметика. Салфетки. Кремы различные. Много всего для умывания. Большая аптека. Вот моя лапулечка. Пупулечка красится пока. Можно накраситься. Можно стереть. Пока мама снимает видео. Ребенка развлекают здесь. У ребенка салон красоты. Опять же, вот СПФ защита. Различные кремы. Химия продается от насекомых. Всякие штуки. Для туалетов. Освежителей. Для мытья туалетов. А эта половинка, она обычно у нас с добавками различными. Витаминами, БАДами. В аптеке здесь как бы ничего серьезного не купишь. Вот, кстати, очень классный крем от прыщей. Самый классный крем, от которого я когда-либо пробовала от прыщей. Он убирает прыщик. Если на ночь намазать, утром проснетесь и нормально все. Много, я не знаю здесь, для чего эти все коробочки. На картинках, знаете, если поймете для чего, так и берут у нас здесь наши. Если японские, не знаете. Вот, мерить давление. Маловато здесь приборов. Обычно больше. Амрон, да. Популярный амрон. Он у нас в аптеках тоже продается. И, ну вот, с зеленым чаем здесь много разных добавок. Или не зеленый чай, это зеленого цвета. Это у нас какие-то тоже видно от растяжки. Вот, кстати, легендарные для сна, для путешествий накладки на глаза, которые греются, если их помять руками. Очень теплые становятся. Его цена, смотрите, какая оригинальная у них. В курс доллара к иене можете посмотреть в интернете, да. Градусники электронные, только электронные. Никакой ртути. Очень удобно. Это пластыри. Репутцы любят пластыри от жара, от головной боли. Они постоянно клеят пластыри. Дальше, дальше. Витаминки. Извиняюсь за съемку. Коллаген, плацента, шоссейдовская все это. Цены не дешевые, но эффект очень хороший. Мне понравился эффект. Потом вот разные витаминки, БАД для почек, для мозга, для зрения, для суставов. Смотрите на картинки или с переводчиком, с гуглом ходите к продавцу, подходите, показываете и говорите мне, вот какое-то супер дорогое средство для мозга. Я не знаю, что это значит, но цена, конечно, космическая. Ну, конечно, в таких аптеках можно просто утонуть от разнообразия продукции, всего прикольного. Вот тоже разные витамины, какие хотите. Какие вам необходимы просто. И вот еще у них есть вот такие витаминки. Кстати, эта фирма продается на iHerb. Я видела, да. А здесь на японском, на баночках и на английском надписи. Ну, препаратов хватает. Вот для диеты, для похудения. Японцы помешаны просто на похудении и поддерживают вес очень сильно. Даже беременным, если они набирают больше нормы, врач просто запрещает есть. Без разговоров. Ну, вот смотрите, желе. Моё любимое желе. Еще продукты продают в аптеке. Там разные напитки и немного еды. Вот печеньки, зеленый чай. Вот диетические печеньки, добавки, кашки. Для похудения видно, кто придерживается правильного питания. Спортивное питание есть. Они любят спортом заниматься. И вот опять, что касается похудения, у них культ на этом. Японцы стараются не допускать лишнего веса. Молодцы. Они понимают, чем это чревато. И вот опять эти на глаза очки. И капли для глаз разные, какие хотите. Они практически все с ментолом. Немного так пощипывают. Есть очень сильно щипят, которые есть не очень сильно. Для линз. Обалденные капли. Самые лучшие. Убирают покраснение. Вот я себе вот эти купила с сакурой. Их выпустили недавно. Новиночка. Очень хорошие капли. Говорят, даже красные сосудики убирают. Если есть, образовываются в глазах. Со временем, когда вы капаете, лечат глазки и питают витаминками различными. Освежители воздуха. У них класснючие просто освежители. Пахнут мега приятно и долго. И все это так вкусно, как парфюмы, знаете. По всей комнате разносятся. Быстро кончаются, правда. Но быстро заканчиваются. Но это того стоит. Вот, на самом деле, не заезженные ароматы, как у нас в странах. Только вот этот Glade или что там у нас продают. Невыносимо. Аж тошнит, знаете, такой запах. А эти, конечно, очень приятные. Вот в машину тоже классный аромат. Прямо садишься. И такой запах по машине, по всей. Мочалки. Японцы любят себя шуровать. Прямо, знаете, такими хард-мочалками. Шампуни вот эти недорогие считаются. Шесейды там, экономичи там, вот эти все фирмы, вот даже дав есть. Как бы это масс-маркет, это недорого. И бывает даже перхоть вызывают эти, конечно, шампуни. Краски для волос очень хорошие. Седину закрашивают отлично. И классные, в общем. Ну вот опять шампунчики. Собственно, вот и вся аптека. Зубную пасту забыла показать и не сняла ее. Надо уходить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok